Даже это состояние не передашь ни за что. Около Господа стол стоит, и на столе книга была, вот это я рассмотрела. Книга белая, открытая, вот книга, большая книга. Я не знала, что это за книга, и он в эту книгу смотрел и молчал. В это время пауза была, и потом вдруг он заговорил и говорит. И по-стински он заговорил со мной. Господь же на всех языках говорит. И он говорит, слышишь, и опять замолчал. А потом дальше продолжает и говорит. Не принимаю пока я тебя. Обратно я тебя на землю отправляю. Но не просто тебя отправляю. Но будешь выполнять то, что я тебе скажу. И я тогда так перепугалась, думаю, интересно, что же он мне скажет. И он потом, когда сказал, что будешь молиться. И я так удивилась, думаю, а как же я буду молиться. У нас говорят, что женщины не должны молиться. Женские молитвы к Господу не идут. Я очень удивилась об этом и сказал ему. А у нас же женщины, женщинам не разрешают молиться к Господу. А он говорит, это я так тебе говорю. И будешь ты молиться. Будешь ходить в храм Божий и будешь молиться. И чтоб твои дети молились. И всем вам молиться надо. Молиться и каяться за свои грехи. Когда он сказал, будьте каяться за свои грехи, я этого не понимала. Что такое каяться? Я не знала. Я такая же, как и вы, этот народ. Я ничего не знала. Конечно, я Бога всегда знала. Я Его всегда чувствовала над собой. Но духовно я не была. Неграмотно я была духовно. Я не знала, как в храме, когда стоят, о чем молятся. О чем там говорят. Я приходила в храм, поставлю свечку и уходила. Вот как сейчас вы все делаете. Я точно так же делала. Но Господь меня, когда сказал, будешь в храм ходить и молиться. Я так хотела, чтобы Он мне научил, как это делать. И Он меня услышал. Он же всех нас слышит. И Он меня научил, как молиться. И Он мне начал говорить, как мы должны молиться. Он мне сказал, молиться вам надо и каяться за свои грехи. Это ваше спасение. Вы забыли своего Создателя. А так нельзя, говорит. А я думаю, Господи, да я же Его никогда не забыла. Я все время Его знаю и помню, и молюсь Я Ему. Но только научиться бы мне правильно молиться. И дальше он мне начал говорить, что вы когда молитесь, вы молитесь в крепкими напитках. И молитесь в руках. А этого нельзя делать. Надо молиться душой. Надо молиться душой. Обращаться к Господу и так просить. Будете просить, вы услышан будете. Будете молиться и просить, услышан будете, и дано вам будет. И он очень строго сказал вот так, что когда в руках держите крепкими напитками бокалы, не произносите имя Господа. Это очень строго он говорил. А я так удивлялась, думаю, как же это у нас все, когда молятся, действительно бокалы держат в руках. Когда вы с бокалом в руках молитесь, эта молитва Господу не идет. Надо молиться душой или водой. Или, ну, не крепкими напитками. Для меня это было удивительно и непонятно. Он сказал, у вас, вы там на земле народ? Из ума вышли вон. И не ведайте, что вы делаете. Кроме богатства и состояния денег, вам ничего уже не надо. Вы столько грешите, что ваши грехи на земле уже не помешаются. Они дошли до небес. И я когда это услышала, я не знала, что такое грех. Вот как сейчас говорят, а какие у нас грехи? Я тоже так говорила. Думаю, что же за грехи, интересно, о чем он говорит. Но потом мне объяснили, конечно, какие у нас грехи и что за грехи. Но он говорил притчами. Он не объясняет. Он ничего не объяснял. Он мне, конечно, это все потом по-стински рассказал. И по-стински я перескажу, как он говорил. Он говорит, что за грехи на земле, я не могу сказать, что за грехи будет. Они все семьи, они все равно, я достал все очень ворвание, я сказал, что никто не видит, что я взял в Македонский ворвание, но я не умил, что даже не помоя, его Donатин Ten valuable. Когда бестоната была, она была застала, я не помил, чтобы successful, что он был в доме, я не помню. Он не помню, что он который должен быть ворванием. Он мне сказал же, что ваш народ очень молитвенний народ был, ваши ранние предки. Они до того сильно молились Господу, что с Господом напрямую разговаривали. И он им всегда помогал. Сейчас же народ изменились, отошли от Бога и не так уже молятся. Молятся только злому духу. И если вы не повернетесь и не будете молиться так, как ваши ранние предки, вы, говорит, идете на погибель. Он мне вот так показал краешку стола. Вот, говорит, видишь, краешка. Вот вы у пропасти находитесь, говорит, и на погибель идете. Вот оттуда и грехи наши, оказывается. И чтобы вот этого не случилось, ты, говорит, должна будешь рассказывать все, что я тебе вот здесь говорю, и все, что ты увидишь, народу, чтобы народ вразумились. Я когда это все услышала, я и говорю ему. Я говорю, а кто же меня послушает и кто мне поверит, что я около Господа стою, и он мне вот так говорит. Я говорю, мне никто не поверит, потому что на земле уже никто никому не верит. А он мне говорит, это я, сам Господь Иисус Христос, такое задание тебе даю. И ты должна будешь это рассказывать. Все, что я тебе сказал, и все, что ты здесь увидишь, ты должна будешь это рассказывать народу. И чтобы они, три раза он повторил вот эти слова, трижды он сказал. Трижды, говорит, три раза, говорит, ты человеку скажи, и он свой путь выберет. А остальное, я, говорит, сам разберусь. И когда мне вот это все сказал, я так расстроилась, думаю, Господи, да если мы уже на погибель пойдем, что же нам делать? И он опять мне повторяет, что молитва и покаяние – это наше спасение. Очень мало времени осталось. Я не знаю, что не знаю, что мне кажется, что я не знаю. Я жду, что это. Кусы, аурдыги, авары, аурдыги, развод, все-все, все беды от этого, конечно. И вот это самый великий грех. Он мне все это, когда объяснил и сказал мне, что самое главное, когда он мне говорил, что как наши ранние предки сильно молились, говорит, это меня прямо успокоило потом. И он мне говорил, что ваши ранние предки так молились, вожжах там тэнк ковт гонду, тэнк ковт. Варакфыдалта дамахам тэнк ковтой, ама дам вожжах тэнк ковт гонду, ама дам махауи фарсы и варжуд. Представляете вот это? Мы на адамин, раждахан кау, куван кау жардея, нуштейна фала жардея. Аминь, раждахан ковтог, кау, кау, каваля, нуштейна фала. Когда он мне все это объяснил и сказал, он мне сказал, вот сейчас, говорит, ты смотри и слушай и запоминай. И я должна была запомнить все, что он говорил. И я когда посмотрела, я видела крест там в углу, на который его повесили, Господа Иисуса Христа. И вот около этого креста была планка вот такая. И на этой планочке были записи. И он вот это говорил. Я даже сейчас, он мне их в голову как будто положил. Я свет, а вы не видите меня. Я ваш путь, а вы не следуйте за мной. Я ваш учитель, а вы не учите. Не изучайте вот это все, что он говорит. Я ваш Бог, а вы не любите меня. Не повинуйтесь мне. Я ваш самый лучший друг, а вы не любите меня. Вот когда вам плохо и когда вы несчастны, не вините меня. Когда с нами происходит неприятность и болезнь, мы тогда вспоминаем Господа и обращаемся к Нему и говорим. Господи, за что мне это? Он так и говорил, что вы забываете за своего Создателя. Вы только за Него вспоминаете тогда, когда держите в руках бокал. И это же чистая правда. В этом даже никакого сомнения нет. И он, когда мне вот это все сказал, показал мне, вот это мне объяснили, он мне сказал, теперь ты можешь идти. И я, конечно, он меня благословил вот так на все это. Все, что он сказал и все, что я должна молиться и это. И он мне когда благословил, и он мне сказал, так любезно, ой, вот это состояние нельзя передать. Когда он вот так на меня один взглядом взглянул, его так не рассмотришь, его не видно, он сверкает весь. Но когда вот так он полоборотом голову повернул ко мне и глянул на меня вот на миг, ко мне поступило от Него тепло, ко мне поступила от Него любовь. Ну, духом своим меня он озарил. И он сказал, любите друг друга, как я вас люблю.